Всем привет! Сегодня мы начинаем разбор фраз из третьей главы книги Убить присмешника. Первый отрывок. He is as old as you, nearly I said, he made me start off on the wrong foot. As old as you, дословно такой же старый, как ты, либо, как мы говорим, столько же лет, сколько тебе. Nearly, почти. Start, legato, from the wrong foot. Дословно начать не с той ноги, подразумевается неудачно начать отношения, разговор, либо какую-то деятельность. When Walter caught up with us, Jem made pleasant conversation with him. Когда Уолтер отогнал вас, у Джем состоялся приятный разговор с ним. Catch up with, догонять, наверстывать, это как людей, так и иногда какие-то дела. Pleasant – приятный, но и conversation – разговор. Этикос поприветствовал Уолтера и начал с ним обсуждать дела об урожае, которые ни Джем, ни я не могли понять. Greet – приветствовать. Discussion – дискуссия, обсуждение, существительное от слова discuss – обсуждать. crop – урожай. Neither, nor, ни, ни. Обратите внимание, что если у нас есть neither, nor, дальше отрицание мы не ставим, так как в английском отрицание у нас может быть только один раз. Ну и follow в данном значении – это понимать. Когда мы что-то не понимаем, либо иногда, как мы в сленге говорим, не догоняем, то мы можем сказать I don't follow. Ну, я не понимаю, не улавливаю мысль. Уолтер поднялся и тихо стоял, слушая Джем и меня. Pick oneself up – подняться. Вместо oneself мы ставим соответствующее возвратное мистемение. Например, если я поднялся, мы скажем I picked myself up, он поднялся, he picked himself up и так далее. Quietly, тихо. И listening to – причастие, слушая кого-то, чего-то. Когда мы задаем вопрос в русском слушая, в английском обычно у нас глагол идет с инговым окончанием. Then he dug his head. Многие из вас знают слово dug как утка, но в данном случае это у нас глагол пригнуться. Dugged his head – пригнул голову. Seemed to be afraid – казалось, боялся. Seemed у нас переводится, кажется, похоже ли по-видимому. Перевод выбираем уже в зависимости от контекста. Half his height – в половину его роста. Take advantage of – воспользоваться преимуществом или воспользоваться какой-то ситуацией. Indecision – нерешительность. She had wanted to make up with me – that was it. Make up with – мириться с кем-то. That's it – вот и все. В книге у нас это выражение стоит в прошедшем времени, ну а в разговоре мы обычно его используем в настоящем, когда подводим чему-то итог, либо хотим сказать, что у нас все, то мы можем сказать that's it – все. Bit by bit – шаг за шагом, постепенно и misfortunes – неприятности, либо неудачи. Получается у нас, что шаг за шагом, постепенно я рассказал ему обо всех своих неудачах за день. By the way, кстати, между прочим, you'd better not – тебе лучше не делать что-то. Обратите внимание, что отрицание у нас идет после конструкции had better. Ну и agreement – соглашение, либо договоренность. Все вместе получается, что, кстати, скаут, тебе лучше не говорить ничего в школе о нашей договоренности. And we were at all times free to interrupt Atticus for a translation when it was beyond our understanding. At all times – всегда, в любое время. Interrupt – перебивать, но и beyond one's understanding – за гранью понимания, то есть когда мы что-то не понимаем. И все вместе получается, что мы в любое время могли перебить Atticus, чтобы он перевел нам то, что мы не понимали. Ну и на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.